дорогой брат мы решили ответить на ваш вопрос таким видеосообщением интересный вопрос и важный здесь нужно понимать что мусульмане не должны стремиться к тому чтобы окружать себя неким стерильным полем что я имею ввиду мы по сути говоря живем я имею ввиду кто живет в россии других не исламских враждебных исламу странах мы живем в даруль харами фактически да в даруль харби в пространстве которое ведет войну против мусульман которая солидаризируется с мировым куфром чтобы подавить чтобы третировать ислам чтобы его шельмовать чтобы поставить его под определенные свои порядки здесь конечно пространство для как бы чистый такой халяльные работы она сильно ограничено сильно ограничено есть конечно варианты когда мусульмане занимаются бизнесом но это вот часто у нас брать из кавказа этим занимаются какой-то строительный бизнес покупка продажи но здесь я с вами соглашусь есть очень много подводных камней и лично мои знакомые братья которые занимаются таким бизнесом они тоже сталкиваются с тем что необходимо давать взятку решват называется на арабском или где-то же договариваться нечистоплотно ну и так далее конечно это накладывает определенные ограничения другой стороны можно идти и работать ну условно говоря каким-нибудь клерком в какой-нибудь офис но это тоже не наша деятельность ведь мусульмане лучшие из людей и джумаат это лучший из общин поэтому конечно наша задача не быть офисным плактоном и не заниматься вкладом в мировой либерализм и работать на вот этот вот либеральный миропорядок наша задача она шире она где-то пугает большую часть людей потому что большая часть людей они обыватели они привыкли жить ну достаточно беспроблемно они привыкли идти на компромиссы они готовы отдать все лишь бы была обещана их и обеспечена их безопасность их комфорт их стабильность вот обыватель равно комфорт и стабильность и безопасность вот это не наша тема потому что мусульмане пришли в этот мир не для того чтобы комфортно существовать тем более не комфортно существовать внутри большого куфра а для того чтобы противодействовать ему и здесь приходится сталкиваться со всевозможными трудностями эти трудности имеют разные разрезы бытовые политические экономические ментальные кому-то приходится сталкиваться с произволом силовиков кому-то приходится сталкиваться с недопонимать с непониманием даже собственных близких которые обвиняют на его всячески критикуют за то что он ведет себя не так как все не хочет жить как все ну и так далее есть путь интеллектуальной заниматься условно говоря какой-то писательской журналистской работой где-то преподавательской это тоже в принципе часть борьбы главное вот что я должен отметить что если вы и ваша деятельность направлена на помощь исламу если вы действуете работайте не для того чтобы получать деньги хорошо жить а для того чтобы укрепить ислам исламскую уму то вы здесь видите вещи совсем по-другому потому что находясь внутри опять-таки куфра мира неверия вам будет тяжело найти стерильное чистое пространство и работать по этим правилам я вам могу сказать больше что в большей части так называемых мусульманских странах там где сидят тагуты типа саудовской аравии других арабские эмираты которые якобы работают по нормам шариата шариатского там очень мало там кидают обманывают там апеллируют оперируют судными процентами кредитами и всеми теми непотребностями которые запрещает ислам но вы же понимаете что все мы вот действуем в этих сложных условиях поэтому я бы призвал вас не искать таких чистых форм они невозможны по определению вы находитесь на войне фактически и исходя из этого вы действуете как вот военном положении есть сложности вам необходимо иметь деньги вам необходимо быть самостоятельным и самодостаточным ведь как сказал наш пророк мусульманин должен быть самодостаточным он не должен зависеть ни от кого это очень важно то есть мы должны выстраивать стратегию собственной жизни стратегию политической деятельности таким образом чтобы не зависеть ни от кого да не просто опять таки еще раз повторю но есть сферы где конечно вы можете найти вот некую среду где своими единомышленниками с братьями можете выстроить ну какую-то инфраструктуру и на основе этого и зарабатывать деньги но как только вы выстроите эту инфраструктуру сразу придут соответствующие люди и начнут с вас или требовать или притеснять потому что такое было уже не раз я таких случаев знаю очень много например узбекистане при исламе каримове при бывшем в этом тиране который откинул ноги что называется вот при нем чтобы мусульмане не собирались кафе ввели специальный закон чтобы вот в этих точках общепита везде обязательно продавали чтобы там был стенд с алкоголем чтобы мусульмане не собирались там или ввели специальные значит правила чтобы на свадьбах обязательно присутствовал алкоголь ну и так далее то есть вот здесь надо понимать что здесь мы находимся вот в этих тяжеленных условиях ну вот резюмируя я бы порекомендовал вам заниматься а интеллектуальной деятельностью она более как бы независима конечно сложна не столь ресурса скажем емко да вы много не заработаете но у вас есть какая-то возможность второе это какой-то бизнес то есть вы делаете бизнес ради того чтобы помогать уме для того чтобы жить в рамках шариатских но все вы зарабатываете не того чтобы богатеть даже если вы где-то вынуждены будете нарушить какие-то установления да вы должны понимать что чистоты абсолютной быть не может поэтому вы просите прощения всевышнего и работаете еще одна сфера как я уже говорил это некая такая преподавательская но здесь достаточно тяжело потому что сейчас в россии по крайней мере я не знаю откуда вы родом где проживаете вернее закручивать все таким образом что идеологически людям очень тяжело существовать в этом бездушном пространстве поэтому вот эти вот три сферы значит преподавательская интеллектуальная и бизнесовая ну еще одна вот такая примыкающая к ней очень важная сейчас для нас для всех эта тема эти технологии она очень хорошо развивается и ума нуждается в том чтобы развивать это направление какой-то программист и человек который эту сферу знает и умеет в ней неплохо взаимодействовать это тоже очень важная часть эти технологии если ваш не яд ваше намерение чисто и хотите работать на благо умы то я думаю что в этой сфере вы себя можете конечно применить шире в научной сфере опять-таки все зависит от ваших возможностей чем вы занимаетесь и какое ваше образование ну как бы там ни было брат вы должны понимать что главное ваш не яд что вы хотите чаете действовать на пути всевышнего и это самое главное конечном итоге опять-таки нету чистых незамутненных сфер где вы не столкнулись там с каким-то проявлением несправедливости неправедности и так далее они есть везде но все зависит от вашей личной позиции от вашего неяда в конечном итоге главное что вы искренне в своих намерениях ассалам алейкум ва рахматуллахи ва баракатуха а 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